На блютуз наушники для спортсменов от бренда One Audio мы уже посмотрели, и теперь я взял самые дешевые наушники Super EQ, типа эквалайзер S10. С супер эквалайзером я прям немного соглашусь, но давайте обо всем по порядку. Всем бодрейшего, с вами Flickr и предлагаю приступить к распаковочке. Выбрал я себе модель в белом цвете, поставляется она в такой компактной достаточно упаковке, спереди тут изображение кейса с наушниками, а также основные характеристики, это игровой режим, долгая жизнь от одной батареи, Hi-Fi саунд и конечно же функция шумоподавления. Также хочу отметить, что у наушников блютуз версии 5.4 и работают они на дистанции до 15 метров. У предыдущих версий дистанция составляла 10 метров, но вот к примеру, если я пользуюсь наушниками у себя дома, я в принципе далеко от телефона и не ухожу. Чтобы там прям дальше 15 метров уходить, у меня маленькая квартира, поэтому дальше 10 метров я не ухожу, но удобно иногда мыть в наушниках посуду. Ладно, возвращаемся к коробке. Тут у нас имеется инструкция на всех необходимых, так скажем, языках, в том числе и на русском. Далее сам кейс с ушами, кабель USB Type-C на USB Type-A для зарядки и 4 сменных амбушюра. И тут комплектация заканчивается. Первое, что хочется отметить, это, конечно же, компактный кейс. Он реально небольшой, здесь все нормально как бы вырезано. Да, у меня сейчас вот моргает он оранжевым цветом светодиод. Это означает, что здесь заряд где-то от 0 до 30%. Там в инструкции, конечно, все прописано. Если на 100% кейс заряжен, то светодиод будет гореть зеленым. Если где-то 50-70%, то уже белый. И да, у этих ТВС наушников есть нюансы, но о них чуть позже. Второе, что хочется отметить, это, конечно же, эргономичный дизайн. Они в моих лично ушах хорошо сидят. Плюс, конечно же, есть амбушюры. И вот как-то так они выглядят в моих ушках, так скажем, маленьких. Удобно, нормально. И мне, опять же, вот понравилось, лично мое мнение, это небольшой кейс. Он мало места занимает. Плюс у них есть IPX5. Это защита от воды. И они у меня уже падали в снег. Я оттряхнул их, просушил, и они дальше продолжили работать. Пробежимся по характеристикам. Шумоподавление у них составляет минус 25 дБ. Это не так много. У меня были наушники, которые минус 40, минус 50. И если вы, допустим, где-то в транспорте, в автобусе едете, да, они слегка будут приглушать вот эти окружающие шумы. Но вот если в метро, скорее всего, вы будете слышать звук электрички и различный шум. То есть, опять же, здесь нужно учитывать, что они прям вот бюджетные, но в них есть шумоподавление, что очень хорошо. И для того, чтобы переключиться на это шумоподавление, мы просто зажимаем 2 секунды. Вот. Она переключилась. 2 секунды, короче, зажимаем у левого, либо у правого наушника палец, и тогда происходит переключение режима. У нас, помимо активного шумоподавления, имеется Transparency Mode. Так приятно она, кстати, говорит. И сейчас, по сути, режим мониторинга производится, но на самом деле 4 микрофона, которые встроены в этих наушниках, они захватывают все окружение. И, например, если вы не хотите, чтобы вас кто-то шип, какой-нибудь сумасшедший самокатчик, я вот именно про них буду говорить, потому что, когда жил в Москве, там очень много таких вот просто летают на полной скорости, я не знаю, сколько там, 20-30 километров, но ты реально их не замечаешь. Благо я без наушников на тот момент ходил. И благо в этих ушах есть режим мониторинга. За это прям большой палец вверх от меня. Далее, конечно же, здесь есть игровой режим. Быстренько тапнули. И вот эти все свои тапы мы как раз слышим, то есть сами уши издают такой щелчок. И это хорошо. Здесь, кстати, вот все управление по одному касанию. Для кого-то это важно, и кому-то, например, это не совсем удобно. По времени автономной работы. Вместе с кейсом уши должны проработать до 30 часов. Сами же уши должны проработать до 6 часов в проигрывании музыки с выключенным шумоподавлением и 5 часов с включенным. Но здесь вот производитель указывает, что это на 50% громкости. Для кого-то этой 50% громкости будет достаточно. Но мне, что понравилось, у этих наушников очень хороший запас громкости. И сами они достаточно хорошо долбят. Что лично для меня важно. У них хороший объемный бас. Да, конечно, в середке и в высоких есть определенные минусы в плане детализации. Но это, опять же, на вкус и цвет. Пройдемся по минусам. Но я считаю, они не совсем значительные. Кому-то это вообще будет пофигу. Первое. Вот когда я с ними только вот столкнулся, взял, значит, и открываю, и хочу достать. Достается, в принципе, нормально. Но вот у меня пару раз они выпадали. Из-за того, что как-то вот кейс так сделан, что ты такой достаешь, вроде бы нормально. И, кстати, не задеваешь сенсор, и какие-то фантомные нажатия не получаются. Но вот первое время нужно просто привыкать к такому форм-фактору. Возможно, это просто из-за того, что такой достаточно компактный кейс. И до этого у меня были наушники с большими кейсами. И там немного по-другому вынимались наушники. Но здесь вот просто надо привыкнуть. Но я их себе однозначно оставляю. Потому что, и тут я немного вернусь к плюсам, нормальный звук во время звонков. То есть и собеседник меня хорошо слышит, и я его тоже. Возвращаемся к минусам. Это прибавить или убавить громкость. В последнее время я у многих производителей это встречаю, то что у них просто нету возможности при зажатии левого либо правого наушника, чтобы у нас повышалась либо понижалась громкость. То есть в случае с этими наушниками вам надо на самом девайсе прибавлять громкость, и у вас будет прибавляться громкость наушника. Следующий минус – это отсутствие приложения, в котором вы бы могли отслеживать заряд левого и правого наушника, а также, например, настроить эквалайзер. Этого, к сожалению, нет. И тут сразу понятно, что производитель просто сэкономил, не стал разрабатывать приложение отдельное. Скорее всего, он предполагает, что этими наушниками можно пользоваться и без приложения. У них идеальный тип эквалайзер. Они долго работают, и поэтому вам никакое приложение не нужно. Касаемо же меня, для чего я использовал бы приложение, это опять же для того, чтобы настроить эквалайзер и звук под себя. Здесь лично мне нравится, как отстроен эквалайзер, хорошие басы, середка тоже нормальная, высокие есть. Так как это бюджетные наушники, в них используется только один кодек SBC, самый популярный, который используется во всех практически наушниках. Никакого LDAC, Hi-Res Audio тут нет. Если же я возьму Android, то при подключении этих наушников в Bluetooth в настройках будет виден заряд, чего, например, нет у айфонов. Кстати, кейс не так сильно щелкает. И девушка приятным голосом и в более-менее нормальном качестве говорит то, что наушники включены, да, на английском языке, но как бы у большинства они на английском языке там говорят. И благо качество вот этой аудиодорожки с голосом, оно не такое всратое. Ну и касаемо как раз-таки микрофонов, как они будут записывать в более шумной обстановке. Вот тест. Так, а теперь тест шумоподавления. Как отрабатывает микрофон у этих наушников, насколько эффективно они убирают все шумы. Сзади меня вон трасса, постоянно ездят машины, слева тоже как бы дорога. И вот как-то так звучит мой голос с обработкой, так скажем, ну или с шумоподавлением. Минус 25 децибел, что в принципе и неплохо, но если бы было минус 40, это было бы лучше и больше шумов, особенно если они ближе к вам, они бы отсекались. Короче, как-то так звучит мой голос, как-то так будет слышать меня собеседник, и свои мысли пишите обязательно в комментариях. Что ж, народ, на этом у меня, пожалуй, все. Если данный ролик был вам полезен, обязательно влупите ему большой палец вверх. А также напишите в комментариях, важно ли вам, чтобы у наушников было свое приложение. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok